29 октября исполняется 100 лет со дня оставания Всероссийской комсомольской организации. И хотя в 90-х наша страна выбрала другой путь, историческое прошлое мы ценим и бережем. Но в душе мы как были комсомольцами, так мы и остаемся. Сегодня комсомольцы делятся опытом с молодежью, вспоминают. Елена Тихая была секретарем горкома комсомола, рассказывает историю организации, которая навсегда осталась в сердце. Такая организация, как Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, создана самим временем, самой жизнью, она востребована. Юрий Санфиров в 70-х был первым секретарем горкома. Гордится, что на Всероссийских ударных стройках есть вклад нашей молодежи. Это Воскресенский химкомбинат, свинокомплекс в Ногинске, Болшевский комбикормовый завод. Отряд наш Пушкинского района в количестве 300 человек, и мне было оказано высокое доверие возглавить этот отряд, где у нас были представители и промышленных предприятий, и студенты нашего, единственного в то время Института Московского технологического. Мы там начинали с нулевого цикла, практически жили в палатках, вечером пели песни у костра, работали с утра до позднего вечера. Юрий Леонидович не сказал, когда мы работали вот в совхозе, он в кепочке, в тренировочных работал вместе с нами. Деревенские ребята спрашивают, слушай, а кто это? А это первый секретарь Пушкинского горкома, они не поверили нам, потому что он всегда был впереди. Елена Суханова поблагодарила современных молодых людей и молодую гвардию за то, что интересуются политикой. Для современной молодежи приемы комсомольцев не новы. Раньше были тимуровцы, сейчас волонтеры. Они также сдают кровь, нормы ГТО. Главное – все делать во благо общества и страны. А 29 октября Елена Суханова предлагает всем оказаться в атмосфере комсомольской юности. В КДЦ Первомайский состоится вечер, посвященный столетию комсомола.